Для малышей грудного возраста женское молоко остается незыблемым золотым стандартом питания, но, к сожалению, бывает так, что ребенок по каким-либо причинам не может его получать, и тогда приходится прибегать к искусственному кормлению. Как правильно организовать питание крохи в подобных случаях? Грудное кормление уникально по своей природе, потому что лишь материнское молоко может обеспечить малыша не только необходимым количеством жиров, микроэлементов, витаминов, но и такими биологически активными веществами, как ферменты, гормоны, иммоноглобулины и лейкоциты. Эти компоненты очень трудно или даже невозможно ввести в состав искусственных смесей. Недаром в настоящее время ученые предлагают законодательство запретить использование в литературе или в информации о смесях терминов заменителей материнского молока, ведь такие смеси просто не могут быть созданы. Помимо этого чисто практического знания, важность грудного кормления неоспорима для психологического комфорта мамы и малыша, взаимопонимания матерей и детей с первых дней жизни. Однако существуют обстоятельства, при которых грудное кормление невозможно, и тогда малыш переводится на искусственное, то есть кормление ребенка молочными смесями. Когда малыша переводят на искусственное или смешанное кормление? Первое. Медицинские обстоятельства. Случаи тяжело протекавшей беременности родов, требующих восстановления сил матери, прием лекарственных препаратов, проникающих в грудное молоко. Инфекционные заболевания. Второе. Недостаточная выработка грудного молока. Контрольное взвешивание показывает, что малыш недостаточно прибавляет в весе, и попытки стимуляции лактации безуспешны. Третье. Невозможность постоянного кормления грудью в ситуациях, когда мать вынуждена оставлять ребенка под наблюдением кого-либо, а сцеженного или замороженного молока оказывается недостаточно. Как правильно рассчитать нужный объем смеси? При искусственном кормлении важно определить необходимый объем питания ребенка. Например, если малышу 1 месяц и его масса 3500 граммов, то суточный объем питания – это 1,5 массы тела, то есть 700 мл. Чтобы определить, сколько смеси нужно в одно кормление, разделите суточный объем пищи на число кормлений. Примерное количество кормлений в течение дня следующее. Первая неделя жизни 7-10 раз, первая неделя 2 месяца 7-8, 2-4 месяца 6-7 раз, 4-9 месяцев 5-6, 9-12 месяцев 4-5. Следует отметить, что если при грудном кормлении до ведения прикорма не требуется дополнительно допаивать ребенка кипяченой водой, то при искусственном и смешанном вскармливании это допустимо, причем объем воды не учитывается в общем объеме пищи. Как приготовить смесь? Сначала внимательно прочтите инструкцию по применению на упаковке, ее необходимо строго соблюдать. При слишком большом количестве порошка смесь получается перенасыщенной всеми пищевыми веществами, а это может привести к срыгиваниям, неустойчивому стулу и чрезмерной прибавке массы тела. Если же порошка взято слишком мало, то смесь получится низкоколаденнее, а это тоже плохо. Малыш, оставаясь голодным, будет капризничать, хуже спать, меньше прибавлять в весе. Воду для приготовления смеси необходимо кипятить. Идеальная температура молочной смеси 36-37 градусов. Для получения такой температуры нужно кипяченую, охлажденную до 50 градусов воду налить в бутылочку. Мерной ложкой отмерьте нужное количество смеси, обязательно убрав излишек. Порошок насыпьте в воду и быстро размешайте до полного растворения. Готовить смесь можно прямо в бутылочке. Опрокиньте бутылочку вниз, не встрахивая, смесь должна вначале литься тонкой струйкой, затем проходить через соску со скоростью 1 капля в секунду. Затем необходимо несколько капель смеси капнуть себе на запястье, содержимое должно быть близко к температуре тела, то есть практически не ощущаться. Если температура смеси превышает желаемую, можно отстудить бутылочку в холодной воде. Для того, чтобы во время кормления было удобно не только малышу, который должен находиться в полувертикальном положении, но и маме, можно использовать дополнительные подушки, положив их под спину. Положение ног мамы может быть различным. Можно положить ногу на ногу, можно подставить под ноги невысокую скамейку, можно кормить ребенка и в положении лежа, нежно придерживая при этом малыша. Чтобы уменьшить заглатывание воздуха, наклоняйте бутылочку так, чтобы молоко заполняло соску, а воздух поднялся к дну бутылочки. После кормления подержите ребенка несколько минут в вертикальном положении, чтобы уменьшить вероятность срыгивания. Если у мамы нет возможности кормить ребенка груди, то чувство вины не должно отягощать ее отношения с ребенком. Можно ли хранить приготовленную смесь? Если ребенок крепко засыпает к концу кормления, не высосав все из бутылочки, вылите ее содержимое. Остаток смеси ни в коем случае нельзя оставлять до следующего кормления. Все предметы, необходимые для искусственного кормления, как и детскую посуду, нужно сразу после кормления промыть под струей теплой воды, удаляя остатки смеси ершиком для бутылочки и сосок. После этого посуду необходимо стерилизовать. Далее все принадлежности для кормления охлаждаются до комнатной температуры и выставляются на чистое полотенце. Делать это следует в течение первого месяца жизни ребенка, потом достаточно промывать бутылочки кипяченой водой. Ребенок в разное время суток съедает различное количество пищи и потребность в еде у него не одинакова. Дети, находящиеся на свободном кормлении, лучше прибавляют в весе, чем дети на строго дозированном питании. Однако при искусственном кормлении врачи советуют использовать частично свободное кормление, способ, при котором имеются определенные часы кормления, количество пищи дается по желанию ребенка, но в определенных пределах. Бутылочку наливают на каждое кормление обычно на 20-30 мл больше, но пищу дают фиксированные часы. Это позволяет правильнее определить оптимальную потребность малыша в пище. Если ребенок не съедает полностью предложенное ему количество пищи, не следует его насильно докармливать. Ситуации, при которых приходится менять смесь. Это индивидуальная непереносимость смеси, часто проявляющаяся аллергической реакцией. Достижение возраста, в котором можно переходить с первой ступени на вторую. Причем, если ребенок хорошо переносил ту или иную смесь, то желательно, чтобы последующая смесь была с тем же названием. Необходимость введения лечебных смесей. Лечебные смеси следует вводить только по назначению врача. Переход с лечебных смесей на адаптированное после устранения состояния, с целью коррекции которого была введена лечебная смесь.